2024 часть 2 это продолжение предыдущей вчерашней статьи 2024 по вангуем олег адольфович за 3 января 2024 года но прежде чем продолжить хочу поздравить всех с наступившим 2024 годом и наступающим рождеством христовым всех благ а также хочу поблагодарить повторно андрея александровича игоря б наталью наталью и всех спонсоров сделавших денежные переводы в поддержку моей работы огромное сердечное спасибо за ваши подарки остальным напоминаю что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждаются в помощи в распространении публикуемого контента репостами лайками комментариями более пяти слов спасибо за понимание поехали добрый вечер империя итак 1 января 2024 года уже минуло и к брикс официально присоединились еще пять стран саудовская аравия оаэ египет иран и эфиопия последний из этих стран моментально признала сомали успела заключить договор о всяком сотрудничестве арендовать часть побережья как раз напротив именно и привлечь к развитию сомалийских портов принцев королевства в качестве инвесторов так что теперь нас уже 10 стран и движуха началась совсем уж не шуточная и все это за один день 2024 года в ноябре в казани будет очень весело в очереди в брикс или барсики стоит и еще не менее 20 стран декабрь 2024 года хотят встретить членами барсиков такие интересные государства как венесуэла и нигерия но алжир и тунис гонят их в конец очереди крича шо такие их тут не стояла а вот алжир с тунисом еще с прошлогоднего заката стоят на морозе и в тихом ужасе бангладеш пакистан индонезия серьезно размышляют в таиланде вьетнаме цар мали республики конго и демократической республики конго в брикс хотят попасть такие экзотические страны как кабаверди и мадагаскар а часть экспертов турции вполне обоснованно указывает что турецкая экономика без брикс просто не выживет так что и там обсуждают вполне себе на уровне лидеров общественного мнения к слову простые турки вовсе не против этого у них есть вполне осязаемые надежды стать крупнейшим туристическим хабом для незападного мира вот аргентина отказалась новый президент хавьер милей прислал в декабре 2023 года официальное письмо которым пожелал встретиться с каждым из лидеров стран входящих в брикс и теперь вместо пяти столиц ему нужно будет посетить уже десяток одни расходы на перелеты и это в то время когда аргентинская экономика в пред дефолтном состоянии впрочем аргентинцы сами выбрали себе про американского президента им и отдуваться в том числе и новыми дефолтами песо уже уронили более чем в два раза инфляция тут же взвыла от восторга и устремилась к новым вершинам можно сказать что аргентинская операция англосаксам удалась правда если смотреть в экономическом плане то аргентина далеко не столь богата чтобы всерьез влиять на экономику всего континента а на континенте тем временем идут совершенно противоположные процессы когда дебаты о вступлении в брикс начинаются в таких странах как боливия колумбия ха парагвай чили и перу это уже очень серьезно влияние сша там пока велико но китайские товарищи умеют показывать перспективы развития а брикс это в первую очередь экономика экономика и еще раз экономика хотя лидеры брит не чураются и военно-технического сотрудничества ряд учений на разных континентах с привлечением кандидатов брикс ирана уже показал амбиции этой формации естественно учение в юар или китае это не так эпично как учение в бразилии но дайте срок как говорится вот николас мадуро вообще мечтает заполучить постоянную российскую военную базу как башар асад и если брикс задумает проведение учений в бразилии каракас точно присоединится к этой славной затее брикс уже влияет на состояние мира находясь на важнейших торговых путях нашей планеты брикс создает структурные интеграционные проекты да тот же сухопутный маршрут север юг от петербурга до индийского мумбаи чего только стоит сюда же приплюсуем пакистанский поток газопровод топи из туркменей через иран в пакистан и далее в индию транссипы бам и вот уже в кабуле активно намекают что афганистан тоже хотел бы стать частью этого огромного интеграционного проекта плюс ирак бахрейн кувейт и катар уже подавшись заявку на вступление и вот вам новая азия завязанная в единый экономический узел напомню что торговля китая с сша и с рф это всего лишь четверть из 6 триллионов долларовом эквиваленте остальные четыре с половиной триллиона как раз и приходится на африку страны залива южную америку да в брикс есть разногласия тот же китай с индии и их территориальные споры в гималаях вопрос только в том как они подходят к разногласиям пекин и нью-дели просто отложили этот вопрос под сукной принялись выстраивать новую реальность вместе с россией и понятно по каким причинам китаю грозит кризис и новый пузырь строительстве если он лопнет мало не покажется никому у индии проблемы с уровнем жизни населения обеспечением энергии сырья для индустрии и только вместе эти проблемы решить и получится поодиночке запад разграбит и сожрет любого аргентина в пример именно поэтому сторону брикс активно коситься южная корея тем более что являться частью западной модели уже не просто невыгодно но и опасно в демографическом плане это северокорейцы строго следует идеалам чучхе размножаясь по команде малыша кима в южной корее фертильность одна из самых низких в мире более 70 процентов семей не имеют и не планируют заводить детей в японии примерно такая же ситуация но японцы оккупированы сша и вынуждены следовать новым ценностям хотя по сути и духу япония глубоко традиционалистская страна к слову когда на одном из саммитов брикс это было в самарканде если я не ошибаюсь товарищ райси подошел к товарищам путину и си с просьбой как можно быстрее включить иран в состав брикс более старшие товарищи как раз ему и указали на то что если он не способен договариваться с соседями то и в брикс ирану делать нечего именно с этого момента тегеран и и ряд начали переговоры о добрососедстве и сотрудничестве кстати юному принцу тоже указали на подобное безобразие в итоге договор между ираном и кса стал событием которого на западе точно не ждали не ждали на западе и другого того что юные пылки джо байден начнет нести такое из-за чего белому дому придется краснеть тут вчера случилась встреча кандидата байдена со спонсорами его выборной гонки и джозеф робинетович который всегда говорил по сценарию читал по бумажке внезапно оказался один на один с открытым микрофоном и кучей людей с деньгами к его чести нужно отметить что байден в минувшую пору не всегда следовало в русле указивок демократической партии в частности он был категорически против однополых браков и называл это все распутством и грехом ибо католик по другому к такому относиться не может кто бы мог подумать правда и ладно когда байден пинает китай диктатор россии куда хуже когда он пинает израиль за неизбирательные удары по мирному населению иными словами дедушка джо открыто намекает на преступление израиля против человечности а это прямой путь тель-авива международный уголовный суд мус в тот самый который выдал ордер на арест путина и чьи судьи и прокуроры теперь опасаются за свою жизнь свободу и здоровье обоснованно опасаются замечу россия уже объявила их международный розыск здесь важно понимать что по поводу израиля на в америке есть двухпартийный консенсус нельзя предавать союзника даже если он сын собаки он сын какой над собаки так что нечего фулу возводить и так можно и любую европейскую страну оставить один на один с коварным путиным союзники точно не поймут хотя и их донимают про палестинскими демонстрациями заявление байдена с открытым микрофоном противоречит системе белого дома созданной для того чтобы держать его в рамках сценария комментарии иногда ставят в тупик раздражают или беспокоит его помощников которые вынуждены объяснять или опровергать их позже они часто изо всех сил пытаются переключить внимание обратно на послание администрации или объяснить почему комментарии байдена по-видимому расходятся с официальной политикой сша как признал сам байден его искренность иногда может вызывать проблемы никто никогда не сомневается в том что я имею ввиду то что говорю сказал байден донором в прошлом году проблема в том что иногда я говорю все что имею ввиду что говорит а иногда и несет джо байден видит весь мир хвала интернету и социальным сетям и весь мир делает выводы кто-то тихо материться под нос а кто и геополитическим противником сша побежал беда америке в том что в брикс сбегают те у кого полно принадлежащих западу ресурсов принадлежащих по праву сильного энергоносеятель и сырье критически важные ресурсы и компоненты собираются сейчас в единый кулак для нового пути развития в котором современному западу места нет и я ни капли не удивлюсь если после заварушки с хамас в брикс соберутся иордания сирия ливан и израиль вот ни капли впрочем год покажет кто кого мы их или они сами себя очень уж стараются эти ребята грех не поддержать 2024 часть 2 олег адольфович он же олег лавров